добрый день дорогие друзья уважаемые ученики школы китайского языка ванмэй меня зовут сергей и мы продолжаем цикл наших бесед об истории культуре и символах китая в прошлом подкасте как вы помните мы затронули происхождение и особенности производства шелка по праву одного из важнейших проявлений китайской культуры но если о шелке и его значение для китая знают весьма многие то роли нефрита в китайской культуре осведомлены далеко не все именно поэтому сегодняшний наш разговор мы посвятим этому удивительному полудрагоценному камню а точнее микроволнистной разновидности минерала тремолита который ввиду своих особых свойств еще с палеолита привлекал внимание человека а для китайцев со временем стал настоящим национальным камнем само слово нефрит в русском и многих других европейских языках образовано древнегреческого слова нефрос то есть почка в древности люди верили что нефритовая галька весьма часто напоминавшая по форме человеческую почку действует как своеобразный амулет и позволяет защититься от болезни почек и мочеполовой системы в китае же этимология семантика слова и которым обозначается нефрит совершенно иная для начала давайте посмотрим на форму этого иероглифа мы видим что он состоит из трех горизонтальных черт одной вертикальной черты а также точки в правой нижней части однако если погрузиться в историю начертания этого иероглифа то можно заметить что начиная с древнейшей древнейший во всяком случае не легендарно а исторически подтверждаемой династии шан и вплоть до предпоследней династии мин этот иероглиф писался без точки и таким образом точь в точь соответствовал написанию иероглифа ван который в китайском языке издревле имеет значение правитель или царь и это не случайно ведь нефрит испокон веков ценился в китае как символ власти правителя именно из нефрита изготавливались особые ритуальные предметы еще в шестом третьем тысячелетии до нашей эры а в дальнейшем эвативные предметы относящиеся к культ управителя исследователи даже говорят о существовании своеобразного нефритового пояса охватившего прибрежные северо-восточные восточные юго-восточные районы современного китая а также район среднего течения региензы территории распространения и вот этих вот неолитических культур которые формировали нефритовый пояс из нефрита изготавливались миниатюрные свирели модели топоров кольца с прорезью все эти изделия были гладкие и не имели практически никакой резьбы или орнамента но постепенно стал увеличиваться репертуар изделий а также появился и начал усложняться орнамент хорошим примером этих изменений этого усложнения служат подвески облачных форм и в виде свернувшегося дракона облачные подвески первая категория представляет собой небольшие пластины по апрису напоминающие облако либо в ряде случаев очертания головы фантастического существа их поверхность обычно покрыта едва выступающими над уровнем фона рельефными узорами в которых иногда угадывается подобие зооморфной личины подвески же в виде свернувшегося дракона воспроизводят свернувшуюся полукольцом фигуру существа похожего и на червяка с одной стороны и с другой стороны на змею с головой отдаленно напоминающую морду свиньи благодаря этому их также называют свинодраконами джу лун высказывается предположение что вот эти самые джу луны являются одними из возможных истоков более позднего образа китайского дракона лун наконец наибольшего совершенства получили нефритовые изделия культуры лянь джу речь в частности идет об изделиях внешне похожих на кубки диски с отверстием посередине и ровными и перфорированными краями начиная с первой половины эпохи джоу а это первое тысячелетие до нашей эры все чаще и чаще нефритовые изделия встречаются среди погребального инвентаря правителей и знати так в археологическом комплексе тяньман это провинция шанси были обнаружены ритуальные предметы подвески в виде силуэтных зооморфных и антропоморфных изображений сложносоставные плательные и шейные украшения и миниатюрная пластинка а в так называемую эпоху сражающихся царств это 5 и 3 века до нашей эры при обработке нефрита китайские мастера стали использовать железные орудия то есть железный век всецело пришел на территорию китая что сказалось на глубине проработки орнаментов из этой эпохи нам известны так называемые шелкопрядный узор и каплевидный узор надо сказать что в те времена большая часть нефрита была привозной и происходило главным образом из хатана и яркенда государственных образований находившихся на территории нынешнего сензиан уйгурского автономного района позднее во время правления династии тана по мере расширения китайских владений на запад в том числе за счет яркенда и хатана а также активизации торговых связей со странами вдоль великого шелкового пути объем нефритовых изделий которые производились китая возрос как и их разнообразие например в моду вошла камерная нефритовая пластинка служившая украшением интерьеров распространенными мотивами сделались изображение верблюда льва черепахи зайца различных птиц и мифологических существ что опять же показывает нам что имело место смешение культур торговля и активизация всевозможных обменов между китаем и иными странами дальнейшем китайское камнерезное дело развивалась поступательно впитывая в себя сюжетные технологические особенности камнерезов сопредельных народов таких как например кедане и чурджене завершающим этапом развития традиционного китайского ремесла по изготовлению нефритовых изделий стало время правления последней династии цин из всех цинских правителей китая именно императору дзянь луну это 18 век принадлежит ключевая роль возрождение всеобщего интереса к нефриту и развитие камнерезных ремесел он собрал при своем дворе уникальную коллекцию нефритовых изделий и учредил на месте древних камнерезных центров юго-востока страны казенные мастерские в городе су-чжоу которые по своему статусу и масштабу были равны столичным мастерским в пекине и на протяжении второй половины 18 и начала 19 века в пекинских и су-чжоуских мастерских выпускали изделия пяти основных видов хотя их конечно было больше но какие-то виды во-первых это конечно же регалии предметы ритуально-церемониального предназначения в частности скипетры и неспроста одно из значений иероглифа нефрит и является скипетр во-вторых это различные специфические ритуальные музыкальные инструменты которые представляют собой набор нефритовых колокольчиков третье это различные письменные принадлежности поставки для кисти тушечницы кроме того печати четвертое это украшение костюмов и головных уборов козичные заколки брошки из нефрита ну и пятое это разнообразные предметы декоративного характера в том числе вазы курильницы а также так называемые камерные скульптуры к последним относятся в том числе так называемые каменные горки это одиночные нефритовые валуны довольно больших размеров которых мастера вырезали различные пейзажи и сюжетные сцены вообще дело древних китайских камнеглизов специалистов по нефриту живо по сей день и в кнр сегодня можно найти и приобрести нефритовые изделия различных цветов и оттенков традиционно в китае нефрит классифицируется на основе универсальной для китайской культуры системе пяти цветов усе во-первых бывают нефриты белый желтоватым оттенком или байюй собственно белые нефриты которые в древних китайских трактатах по камнерезному делу поэтично сравнивают с цветом бараньего сала во вторых существуют нефриты желтые с коричневым оттенком хуан юй по-китайски или собственно желтые нефриты нефриты цвета вареных каштанов в третьих выделяют и красные нефриты цвета петушиного гребня хуан юй в четвертых выделяют также коричневые нефриты или нефриты подобные лаковому покрытию и наконец в пятых существуют также зеленые нефриты правда настоящий нефрит каким бы он цветом не обладал ввиду своей редкости очень дорог поэтому зачастую в качестве нефритовых изделий широкой публики во всяком случае предлагается поделки из более дешевых аналогов внешне напоминающих нефрит это например камень жадеид камень насыщенно зеленого цвета который стал проникать в китай более двух веков назад из бирмы и который уже тогда виду как раз вот этого своего насыщенного зеленого цвета заслужил среди китайцев такое почетное описание фэй цу юй или подобный перьям зимородка к остальным псевдонефритом заменителем настоящих нефритом относятся различные яшмы ститотит или жирный камень агальмателит мыльный камень а также так называемый лантянский мрамор который впрочем как и нефрит с древности использовался в китае в ювелирном деле наконец скажем о том что нефрит в китайской культуре это не просто красивые камни которые ассоциируются с властью императора и правителя это также символ за которым скрывается целый ряд положительных моментов и черт так показательно присутствие иероглифа и нефрит в титулах многих даотских божеств например юй нюи нефритовой девы юй хуана нефритового императора и в этих названиях в этих именах иероглиф и указывает на бессмертие этих персонажей даотских учений кроме того в конфуцианской типологии пяти благих качеств уди четыре качества напрямую связаны с нефритом и определяются через него мягкий блеск камня и его внутреннее тепло соотносятся с гуманностью же его прозрачность являющая цвет и природную структуру с внутренней чистотой человека и его верностью то есть как с категории синий а мелодичное звучание издаваемое при ударе по нефриту ассоциируется с мудростью и разумностью человека джи наконец твердость нефрита она как ассоциируется с твердостью характера с мужеством и верностью долгу и вот мы с вами кратко и познакомились со значением нефрита как камня и как символа для китайской культуры услышимся с вами в новых выпусках нашего подкаста до скорых встреч